Всем привет! Меня зовут Даша, и я переехала в США по визе невесты. В этом видео я детально расскажу про свой опыт получения визы с момента подачи петиции до прохождения собеседования в Польше. Обязательно включу все сроки, стоимость, полезные ссылки, название клиник, какие вопросы на собеседование мне задавали. Погнали! Буквально вкратце хочу пробежаться по этапам получения визы. Первое. Это подача петиции I-129F. Второе. После одобрения петиции вы записываетесь на собеседование, понятное дело оплачиваете сбор, заполняете форму DS-160, и перед собеседованием вам обязательно нужно собрать еще один пакет документов, пройти медицинский осмотр и приходить уже в назначенное время в назначенном месте. Этап номер один. Сбор документов. Лично у нас он занял достаточно много времени, просто потому что мы долгое время путешествовали, виделись с друзьями, с семьей. Нужно прикладывать фотографии и любые доказательства того, что вы в отношениях, что это действительно неэффективный брак. И в нашем случае таких доказательств было столько много, что пришлось потратить какое-то время, чтобы их собрать. Мы собрали альбом с фотографиями, условно, да, в PDF-документе, где публиковали наши фото, преимущественно с друзьями и семьей, либо из поездок, из наших путешествий. И к каждому фото мы писали описание. Где это, какое число, либо условно месяц, где мы находимся, что мы делаем. Второе. Это любовные письма. Супер странно. Вы буквально со своим женихом пишете, почему вы друг друга любите, когда вы друг друга влюбились. У нас это заняло примерно одну-две странички на каждого, то есть у вас у каждого будет свое письмо. И в конце вы подписываете, что я намереваюсь пожениться, либо выйти замуж за этого человека в течение 90 дней, как я приеду в США. Третье. Это отели, самолеты, автобусы, любые доказательства ваших совместных поездок. Оставшийся список документов, я думаю, вы сможете найти на официальных сайтах, которые я приложу внизу в описании. А сейчас давайте переходить к следующему этапу. Следующий этап это заполнение петиции I-129F. Стоит она 535 долларов. Достаточно простая. Опять же, простая то, что просто нужно заполнять информацию о себе и о своем женихе. На самом деле петиция отправляется от лица жениха, либо вашей невесты, которая заявляет, что я хочу жениться на этом человеке и привезти его в США. Информация обо всем. О вашей работе, где вы жили, чем вы занимались, о вашей семье. В общем, ничего заурядного. Просто главное быть внимательным. И дальше начинается самое интересное. На заполнение петиции, сбор всех документов у нас ушел примерно месяц. Максимум два. Но просто потому, что мы сильно не торопились. Мы подали петицию 12 марта 2021 года. И получили одобрение 8 марта 2022 года. Целый год. Мы просто сидели и ждали, когда нам придет хоть какой-то ответ. Примерно через 10 месяцев ожиданий мы поняли, что нужно написать в миграционную службу и спросить, в каком этапе сейчас идет обработка нашей петиции. Мы это сделали. Они оперативно ответили и сказали, мы работаем над этим. И, пожалуй, вы ничего не можете сделать на данном этапе, кроме как просто ждать и надеяться, что она как можно скорее одобрится. На самом деле, я думаю, у нас это заняло так много времени, просто потому, что это был пост-ковид. Дальше ваша петиция отправляется в National Visa Center, одобренная петиция, и оттуда уже в посольство той страны, где вы будете подаваться. Дальше я буду говорить про Польшу, так как мы подавались в Польше. И после того, как отправляется петиция в Польшу, вам выдается case number, и вы можете уже записаться на собеседование. Сейчас мы переходим ко второму интересному этапу. Это запись на собеседование. Изначально я указывала в анкете, что я буду записываться на собеседование в Москве. Но потом произошло то, что мы сами все знаем, что произошло, и мне нужно было менять посольство. Естественно, я его оперативно поменяла на Польшу. В Польше тогда была огромная очередь, и мы всерьез задумывались о том, чтобы перенести собеседование в Мексику, потому что в тот момент мы жили в Мексике. И у нас какое-то время занял процесс, чтобы мы перенесли наше собеседование. Мы отправили заявку, естественно, ее рассматривали очень долго. Но когда мы точно поняли, что в Мексике невариант, и мы не получили никакого ответа от иммиграционной службы, мы решили все-таки подаваться в Польше. И вот тогда оплатили консульский сбор по размере 265 долларов, но в польских злотых. Оплата онлайн, и после этого вам дается возможность записаться на собеседование. И вот тут начинается третья часть наших приключений. Это то, что я записывалась на собеседование в июне, и ближайшая запись была только на декабрь, то есть 6 месяцев. Конечно, я читала форумы и заранее знала, что это занимает очень много времени, но я не думала, что займет так много. И также у меня сгорала шенгенская виза. Она заканчивалась, и я понимала, что в текущих реалиях получать новую шенгенскую визу будет очень сложно. И у меня была цель пройти собеседование до 20 сентября. К счастью, эту цель я выполнила, но давайте вернемся к тому, что я записалась на декабрь. Я записалась на 24 декабря, и что я делала? Я три раза в день заходила в свой личный кабинет, нажимала на кнопку «Изменить дату собеседования» и отслеживала даты. И если вдруг кто-то отменял, то есть моя цель была в чем? Что если кто-то отменит, я быстренько схвачу дату и перезапишусь. То есть перезаписаться можно дважды. Так я и сделала. Сначала, примерно через месяц попыток, я увидела запись на октябрь. И я, по-моему, это было 14 октября, и я быстренько ее ухватила, перезаписалась. И потом еще через какое-то время, недели через две, через три, я увидела запись на сентябрь. По итогу я использовала свои две попытки и перезаписалась на 8 сентября. То есть с 24 декабря на 8 сентября. В принципе, я видела тенденцию, что люди отменяли записи. Это случалось, свободные места были. Не было такого, что посольство вбрасывало новые слоты, как это делают с туристическими визами. Когда открывают сразу 10-20 новых, и вы можете зайти, быстренько ухватить. Здесь больше была отмена. Когда кто-то отменяет, у тебя есть время ухватить. В моем случае я не пользовалась никаким ботом. Тут сразу еще хочется отметить, что создавайте личный кабинет для записи на собеседование в той стране, где вы будете проходить собеседование. Я совершила ошибку и при регистрации создала по каким-то причинам личный кабинет в посольстве России. Мне приходилось звонить и в посольство Москвы, просить поменять на посольство Польши. Это все делается достаточно быстро, но в целом это заняло какое-то время. Теперь переходим к следующему этапу. Вы записались на собеседование, вы знаете свою дату, теперь у вас есть время, чтобы подготовиться. Вы заполняете форму DS-160, оплачиваете консульский сбор 160 долларов. И на самом деле это обычная форма, которая подается даже на туристическую визу с самой базовой информацией о вас. Дальше. Плюсом идет еще одна дополнительная форма. Я не удивлена. I-134. Это форма называется Affidavit of Support, которая доказывает, что человек, который привозит вас в США, он ваш спонсор, и он может вас содержать. Потому что когда вы только приезжаете, вы официально не можете никуда трудоустроиться. Ваш жених или невеста являются вашими спонсорами какое-то время, пока вы не получите social security number, пока вы не сможете самостоятельно работать. Форма заполняется достаточно просто. Это справки с работы, с указанием заработной платы, какие-то активы, если есть, недвижимость и так далее и тому подобное. Дальше, к документам. Справка об отсутствии судимости, которая действительно в течение 12 месяцев. Я получала данную справку в Мексике, когда там жила. На самом деле, получила ее за две недели, очень быстро. Просто пошла в посольство Российской Федерации, попросила справку, это заняло 10 минут, и через две недели эта справка пришла. Мне кажется, в России мне бы делали ее гораздо дольше. Следующее, мы собирали больше фотографий. Естественно, с момента подачи петиции, до момента ее одобрения прошел код, плюс потом мы еще записывались на собеседование. У нас собралось больше фотографий, мы виделись с большим количеством друзей, с родственниками. И дальше, самое обычное, это две фотографии вам нужно будет сделать, вам нужно будет принести результаты медицинского осмотра. Сейчас мы к нему плавно перейдем. Детельство о рождении. Двигаемся дальше. Медицинский осмотр. Медицинский осмотр проходит в аккредитованных США клиниках, и только в определенных местах. То есть, когда ваша петиция будет одобрена, вы получите письмо с подобным разъяснением, где и как пройти медицинский осмотр. Со всеми адресами, номерами телефонов, все очень-очень подробно. И там же указано, какие документы вам нужно с собой принести на медицинский осмотр. Что сделала я? Я заранее подготовила сертификаты вакцинации. Сразу говорю, что можете заниматься этим как можно раньше, даже если вы пока что еще не подали петицию. Мы ходили к врачу, который отдельным списком нам просто выписывал все вакцины. Потом вам нужно будет, естественно, перевести все документы с сертифицированным переводчиком. Если каких-то прививок у вас нет, в клинике, где вы проходите медицинский осмотр, вам их поставят, естественно, за отдельную плату. Дальше вас попросят пройти тесты и флюорографию. Все зависит от вашего возраста. Я сдавала тест крови на сифилис и флюорограмму. То есть, по факту, когда вы приходите к доктору, он вас просто осматривает, смотрит, чтобы у вас были все документы, задает вам какие-то вопросы о ваших заболеваниях, и в конце выдает вам конверт, который закрытый, и вы не можете его открывать. Его может открыть только консул в посольстве, поэтому обязательно обращать внимание, чтобы он был закрыт. И вам также дадут копию сертификата о вакцинации. Адрес и название клиники, где я проходила медицинский осмотр, будет вот здесь. Это в Варшаве. Все очень хорошо, быстро. 300 злотых. Это примерно 68 долларов. Плюс я заплатила 40 злотых за анализ сифилиса, на сифилис, и 120 за флюорографию. Ну что, переходим к самому интересному. Это собеседование. В день собеседования я проснулась, улыбнулась. Настроилась. У меня было собеседование в 9 утра. Пришла я до 9, примерно в 8.30, и там была уже огромная очередь. Я полагаю, что они записывают несколько человек на одно и то же время. Естественно, там стояли люди с 8, с 8.30, а потом вот как бы я на 9. Поэтому очередь большая, приходите как можно раньше, но не приходите сильно рано, потому что вас все равно не запустят, не по вашему времени. Вы стоите сначала в очереди на улице, там ходит девушка и показывает время, да, то есть кто на 9, кто на 9.30, и потом она вас отправляет в другую очередь. В той очереди вы проходите в окошечко, говорите, что вы на иммиграционную визу, потому что там есть два окошечка, по крайней мере в Варшаве, да, я рассказываю вам про то, как я проходила собеседование в Варшаве. Два окошечка. Я стояла в очереди на туристическую визу, естественно, мне нужно было не туда, потом меня отправили в другую на иммиграционную. Это все происходит на улице, перед тем, как вас запустили в здание. Потом вы заходите, проходите через детектор. Я с собой не брала ни телефон, ничего, у меня была с собой только папка со всеми документами необходимыми. Дальше вы заходите в здание, подходите к окошечку, полезная информация для тех, кто проходит собеседование в Польше, в Варшаве. Почему я это говорю? Я сначала отстояла очередь примерно минут 30 на туристическую визу, то есть там написано, что получение талона вот здесь. Естественно, я все это время ждала в этой очереди, чтобы получить талон, но эта очередь была только для не иммиграционного типа виз, и поэтому меня отправили в окошечко номер 13, где я еще простояла в небольшой очереди. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в окошечке номер 13 очень не очевидно, что там выдают талоны. То есть там сидит женщина, либо будет мужчина, который будет просто интервьюировать других людей, ну плюс параллельно он выдает талоны. И вот когда меня вызывают, у меня интервьюирует женщина, она задает совершенно базовые вопросы какие-то про меня, смотрит на мою анкету, задает вопросы, как я встретилась со своим жеником, как долго мы вместе, какие-то достаточно базовые. Буквально, на самом деле, она мне задала два вопроса, это где мы встретились, как мы влюбились, и, пожалуй, все. И потом я подумала, что это все, как легко, собеседование закончено, и она сказала, садитесь и ждите. Оказалось, что это только самое начало, потом в течение двух-трех часов я просто сидела и ждала собеседование с консулом уже конкретно, и, наверное, меня это ожидание больше всего убивало. Я не волновалась, но ты просто устаешь сидеть и ничего не делать. И я помню, в конце я посмотрела по сторонам и поняла, что я осталась одна, то есть я была последней. Позвал консул, и что сразу хочется отметить, очень много людей в посольстве, почему я говорю в посольстве, в консульстве США в Варшаве говорят по-русски. Консул со мной сам начал говорить на русском, сейчас будет интересная часть, потому что про это я нигде не могла найти информацию, я как-то искала примеры вопросов на собеседовании на визу невесты, находила супер такие банальные, конечно, я к ним подготовилась заранее, помню, задавал совершенно другие вопросы. Сразу хочется отметить, что у него есть папочка, в которой вся информация о вас. С теми документами, с которыми я пришла, они никому не понадобились, он их даже не спросил, хотя я ему предложила. Оказывается, что у него все эти документы уже были, и он сидит с этой папочкой и смотрит, и задает самые различные вопросы. Какие вопросы мне задал консул? Первое. Чем занимается мой жених? Он просил рассказать, где он живет, откуда у него семья и чем он занимается. Второе. Он посмотрел, что я комьюнити-менеджер, что у меня свое онлайн-комьюнити, и, естественно, ему стало интересно, что это означает. Я начинаю моему объяснять, чем я занимаюсь, и он начинает задавать уточняющие вопросы. А это как Twitter? Это как Reddit? Расскажите поподробнее, что вы делаете на ваших встречах. И вот я стояла и все ему рассказывала. Третье. Он спросил, как мы встретились с моим женихом. Четвертое. Он спрашивал про топ-3 моих любимых страны. Я назвала Мексика, Португалия, Намибия. Он начал спрашивать, почему Намибия, что вам там понравилось, что вы там делали. Расскажите подробнее, планируете ли туда еще поехать. Я думаю, я прохожу точно сейчас собеседование на визу в США, и потом уже анализировав, я поняла, что все это задавалось, чтобы понять, вру я или нет. И не обязательно же задавать прямые вопросы про ваши отношения с вашим женихом. Можно задавать самые различные вопросы, чтобы увидеть, как вы реагируете. Поэтому, естественно, я не врала, мне было легко. Я просто рассказывала про путешествия, особенно я очень люблю про это разговаривать, мне было несложно. Мне кажется, он мне больше ничего не спрашивал. И сказал, ваша виза одобрена. Визу мне дали примерно через 3 рабочих дня. Получала я ее в определенном офисе, мейлбокс, etc. Тоже заранее вы его выбираете, можно заказать доставку. И вам выдается еще конверт вместе с паспортом. Конверт, пожалуйста, не открывайте. Это все иммиграционные службы при прохождении границ. Когда мы прилетели, это стандартный паспортный контроль. Девушка посмотрела на мою визу, задала пару каких-то обычных вопросов и отвела меня в отдельную комнатку. И там в комнатке другой сотрудник иммиграционной службы спросил меня, помните ли вы, что вам нужно выйти замуж в течение 90 дней. Я, естественно, сказала, да, помню. Он забрал у меня конверт и выдал мне паспорт и сказал, welcome to America. И сейчас я в США, прошло уже 4 месяца почти, и я решила записать это видео, поделиться своим опытом. Буду в следующих своих видео рассказывать про жизнь в США, про иммиграцию, про адаптацию, какими-то рекомендациями, лайфхаками, и буду ждать вас в следующих видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я на них на все отвечу. И опять же, все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь и увидимся в следующих видео. Пока-пока.